Захотелось мне тут вдруг порассуждать, почему же я до сих пор одна и нет у меня отношений. Захотелось порассуждать, потому что мне сегодня бывший муж прислал видео, как он целуется со своей нынешней женой. Я посмотрела видео и думала, так, подождите, а что со мной и так, и где вообще мои отношения? Начала я вспоминать всех парней, с которыми у меня были отношения, либо мы были на уровне знакомства, вирта, и денег все, а их нету, потому что я с ними, ну, с каждым попрощалась. Почему? И тут до меня дошло, потому что я себя чувствую в полной безопасности, когда я одна. То есть, имея опыт семейной жизни, я понимаю, что семейная жизнь, это не так уж и прекрасно. То есть, в семейной жизни там одни минусы, на самом деле, ну, в моем понимании. Даже вот девочки, которые там в Интеграм, в соцсетях расписывают своих мужей, а потом с ними встречаешься в жизни, и они такие истории рассказывают. И ты понимаешь, что всю эту картинку я реально не знаю девушек, которые были бы искренне, сто процентов счастливы, замужем. Может быть, вы знаете, но мне такие не встречались. И поэтому, когда я знакомлюсь с кем-то, и вот у меня происходит какая-то симпатия, либо чувство, я прощаюсь с этим человеком. Либо не попасть снова вот в эту ловушку, а быть в своем комфортном состоянии. Одиночки. Зато в безопасности. Всем привет! Знаете, я помню, недавно было видео, где я говорю, что женщина, которая там за 30 или вообще, если она одинока, точнее, я называю это свободная, то нет ничего плохого, и это даже нормально. На что очень прям такой ярый взрыв пуканов был мне в комментариях. Мужчины не то, что не выдерживают, не выносят всего этого. Некоторые мужчины не понимают и не верят, что женщины умеют быть одни, и что иногда им намного лучше, чем с мужчинами. И тут вот она говорит, да, о некой безопасности, ощущении безопасности, когда ты одна. Так вот, женщины, которые не хотят строить отношения, скорее всего, были либо в дерьмовых отношениях, и это нормально, что они после этого не хотят строить отношения. Либо они понимают, что, допустим, до моего уровня не дотягивает мужчина, потому что, допустим, если женщина там зарабатывает плюс-минус полторы тысячи долларов в месяц, хотя это не такие огромные деньги, как я считаю, то она не хочет, соответственно, встречаться с мужчиной, который зарабатывает, не знаю, 300 долларов. Потому что, как минимум, она тянет сама себя, и она не хочет никого тянуть. Ей нужно не то, что, да, который богатый, но ей нужно, который хотя бы плюс-минус так же зарабатывает. Это нормально, это, знаете, только среди мужчин принято подбирать всяких нищебродин и всяких вот баб, которые вот, ну, прям нищета. Серьёзно, этим только мужчины грешат, и, кстати, пора это с этим завязывать. У женщин всё иначе, они выбирают либо себе по статусу, либо выше статусом. Так вот, мужчинам пора, кстати, тоже уже начать так тоже делать. Но я к чему всё это? К тому, что если женщина не хочет строить отношения, и она об этом говорит в открытую, да, то есть и на всеобщую публику, да, на всеобщеизвестность это говорит, это не говорит о том, что она там вот пытается вам что-то донести, а в итоге всё равно плачет от одиночества. Нет, зачастую действительно это правда, потому что таких женщин, во-первых, очень мало, а во-вторых, ну, кто-то из них карьеристки, да, кто-то, опять же, как я говорила, обожглись. И это нормально, нужно просто это принять. И, как сказать, вы можете так же этими женщинами пользоваться. Они не против каких-то мимолетных встреч, увлечений, но они не хотят семью. И я думаю, для вас это как раз таки оптимальный, идеальный вариант, потому что вас точно не потащат в ЗАГС. Как-то так.